Считается, что специя куркума имеет множество полезных свойств для организма. Но если разобраться, то обычная специя куркумы имеет примерно 2-3% куркумина, того самого вещества, которое несет противовспалительные, антиоксиданты и укрепляющие эффекты. И чтобы добиться нужного результата от специи, то съедать ее в день нужно намного больше, чем просто щепотка, добавленная в суп. Поэтому специалисты разработали специальные добавки с высоким содержанием этого вещества под названием тетрагидрокуркумин. Чтобы вам было более понятно, вот есть специя куркума. В ней есть действовое вещество, называется куркумин, содержание которого всего 2-3% специи. И он не у всех способен усваиваться из-за проблем с работой желудочно-кишечного тракта. А есть еще один по типу вещества куркумина, если простыми словами тетрагидрокуркумин. Он является концентрированным, с содержанием концентрации обычно более 95%. Он обладает лучшей доступностью, что означает лучшее усвоение организма, чем обычная специя, и несет конкретно тот самый полезный эффект на организм, о котором все говорят. Поэтому преимуществом тетрагидрокуркумина является его способность обеспечивать более эффективное воздействие на организм, чем даже вещество куркумин. Это может быть полезно, особенно если вы ищете способ получить выгоды от специй куркумы с меньшими дозами, или если у вас есть проблемы с усвоением куркумина. Тем не менее, стоит помнить, что могут быть индивидуальные реакции на вещество, поэтому всегда рекомендуется консультироваться с врачом перед внесением изменений в диету или приемом каких-либо добавок. Вообще, чем полезен куркумин и его производная тетрагидрокуркумин? Первое – это противовоспалительные действия. Куркумин может помочь снижать воспаление в организме. Второе – это антиоксидантная защита. Куркумин обладает сильными антиоксидантными свойствами, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Третье – это поддержка здоровья суставов. Куркумин может смягчать симптомы суставных заболеваний и помогать в поддержании здоровья суставов. Четвертое – это улучшение пищеварения. Куркумин способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта и может помочь в решении различных пищеварительных проблем, но не рекомендуется людям с язвенными болезнями. Пятое – это поддержка сердечного здоровья. Исследования показывают, что куркумин может помогать в снижении уровня холестерина и кровяного давления, что благоприятно влияет на сердце. Шестое – улучшение конгнитивных функций. Куркумин может поддерживать здоровье мозга и снижать риск развития нейродегеративных заболеваний, такие как болезни Альцгеймера. Седьмое – поддержка иммунитета. Куркумин способствует укреплению иммунной системы и может помочь в борьбе с инфекциями. Если вам интересна тема здоровья и вы хотите подробнее посмотреть информацию про добавки с куркумином, оставила для вас в описании к этому видео. И еще хочу поделиться с вами. Недавно я как раз пробивала курс тедрогидрокуркумином. Мне понравился эффект на пищеварение, то есть улучшилось пищеварение. Также общее самочувствие и бодрость стали намного выше, чем были до того, как я принимала это вещество. Два-три раза в год, думаю, его буду пробивать. И сейчас как раз решила попробовать вот такой вот продукт. Он уже идет в виде сиропа с добавлением экстракта черного перца для лучшего усвоения. Также соком апельсина и соком яблока для улучшения вкуса и также для укрепления иммунитета. Его я добавляю в чай утром, также можно его добавлять в салаты в качестве полезной заправки. Его, я думаю, буду принимать почаще, чем два-три раза в год. На этом у меня все. Ставьте класс, если вам интересны и полезны такие темы. Увидимся в следующих видео.